привет друзья вы на канале move to the usa про семью с тремя с тремя детьми мы живем в америке показываем рассказываем как мы сюда приехали что мы сделаем как мы живем и просто наш семейный влог скажи привет скажи смотрите наш видео первый день школе у макса пасмурный день дождик это как 1 сентября дождик обычно да да тут у нас мусор на отыске сегодня от ремонта осталось нам тоже выкинуть максик готов в школу сегодня первый день школе в южной каролине и вчера начался дождь вечером и пасмурно сегодня даже утром моросит дождь такое здесь очень редко бывает что моросит дождь надеюсь это моросит и алексей первый день идет школу после каникул как ощущения ну я еще не в школе там в минусе хотелось бы походить аааа посмотреть да 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 вот поэтому мы сейчас едем гуляем с илюшкой он поспал полчасика пока мы возили детей в школу макс первый день вошел в школу пресс-клуд из в америке называется 4к и и 5к два класса перед элементарь скул перед основной школой мы поехали воин сей это бассейн тренажерка марина вчера ходил марина сегодня пошла пока марина пошла и пошел гулять с илюшкой на мы приехали марина уже уходила бассейн алюши спал вот я вы переложил и он проснулся могут мы уже идем минут 20 наверно он лежит спокойно смотрит на меня у нас красивая очень прогулочная зона такая спортивная идет вообще по поводу школы если сказать по поводу макса окей класса то сейчас на первой неделе они учатся один день только вот такое как бы знакомство но почему-то сразу на полный день то есть 8 точнее даже 7 30 до 2 сразу такой большой полный день и кажется можно было первый день сделать поменьше 12 например 4 часа вот у них почему-то так не знаю посмотрим как макс его будет вести потому что он никогда в жизни ни разу ни с кем не оставался кроме своих братьев вот в смысле кроме нашей близкой семьи папа мама братья вот и так смотрит что я разговариваю на камеру первый раз так остался нигде без нас никогда не оставался он даже в церкви где-то на на детской площадке не детской площадке детской комнате вот здесь одну милю вот уже простом полтора километра так идешь спокойно проходишь мили гулять очень полезно ну а со следующей недели у макс уже начинается вся неделя странно сделан первую неделю только один раз сходит один день из пяти а вторую неделю все пять дней из пяти так лучше работать милюшка спокойно сидит мучить машине стал получше кстати немножко ездить привыкать идет автополив здесь просто парк и даже просто в парке идет автополив травки вот такой любви вот такой рюкши а чапа отдельно милюшка играет а то тренируется тоже на зря я сюда пошел сейчас меня будет поливать надо как-то маневрировать между этими поливочными системами а и и мальчик и и и мальчик и и марина тоже пошла после бассейн это же разговаривает на совершенно разное ощущение жизни когда жизнь насыщена постоянно в движении и когда есть много свободного времени торопиться бежать это конечно зависит от разных людей ощущение понимания характера всего лично для меня движение это жизнь и когда я двигаюсь у меня все активно путешествие это я живу я счастлив когда ты сидишь на одном да я сижу на одном месте и даже если я что-то делаю на этом месте то как бы не очень комфортно становится и хочется куда-то двигаться всегда всем разные люди абсолютно напишите какой какой категории людей вы относитесь что вам больше нравится быть на одном месте ну конечно что то делать там работать двигаться развиваться и либо путешествовать двигаться движение тоже ну как бы развиваться то есть у меня в движении есть когда движение у меня всегда больше творчество и я делаю больше каких-то вещей нежели чем если я нахожусь на одном месте сегодня у нас спортивный день я сегодня прошел восемь тысяч шагов час гуляли с илюшкой лишь из помарина пола и потом я еще 10 минут плавал активно 10 бассейнов проходит по 25 метров я тоже без отдыха плавал я не гулялась сейчас мы еще не гулять да и мы еще идем гулять нахаживаться встали в 7 часов утра сейчас 10 вопрос очень нервничать макса не пивдень пошел в школу и мы не знаем как он себя будет вести там и что будет но пока на мне звонить в стеклян бьется в этом надеем что все хорошо чтобы сидеть дома и не есть мы просто пошли гулять они может они будут звонить вот старая американская кафешка американского типа типа навес сюда подъезжаешь они к тебе подходят и ты у показываясь на роликах подъезжают 1961 году открыто вот такая вот sugar and spice сахар и перчик hometown финанс в америке тоже есть микрофинансовой организации кредит из not problem фидекс офис почта грубо говоря вторая почта три почты есть и и ps фидекс и вечер продолжаем гулять по спать им бургу и открываем новые кусочки улиц на люди подъезжают и забирают продукты мобайл милс а мобайл милс от минус это ну обед такие деревья здесь ну здесь не были никогда это часть патенбурга здесь какие-то старинные постройки церковь и дома как из европы да как будто как европа на ну правильно как европы потому что это старинная католическая церковь приехали из европы и построили мы видели эту церковь с той стороны да да а с этой стороны мы и не ходили оказывается с этой стороны да да оказывается с этой стороны тоже красиво плитка такая вот и сам это прикол что по всей америке вот таких вот всяких старинных зданий церквушек их огромное количество очень красиво человек конечно с архитектурой старается из камня все смотри камень это прикинь смотри ты видишь да прямо из камня из камня да какие черепица не да из камня именно не обожженная а именно из камня а вот так вот есть камень такой плитняк плоский да как будто в европе да гуляем и лишь к хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе нравится тебе да вот центральный вход это не та церковь не та церковь то там это еще одна получает ты смотри парк такой да здорово два года прошли ли сватимбурге даже не видели такого это они построили а да блин почему никто не гуляет по городу как красиво это какое-то современное здание тоже не церковь что-то современное и здесь такая такой за скверик до интересный столики там это на какое-то заведение может быть учебная у нас эти детская площадка огромная у этой церкви три человека белки на это какой-то тоже старинное деревянное здание насколько наш мозг ограничен вот мы по центру ходили и чуть дальше центр заканчивался но он там вот за этой церкви не мы даже до этой церкви не доходим и случайного тут церковь видели а вот эту даже мы не видели частный клуб ну это знаешь элитный клуб там вот ресторан да там видишь лобби у них въездная группа они здесь собираются проводят всякие мероприятия тусят короче комната офисную а это вот это вот церковь которым вы тогда видели так это другая оказывается мы думаем сейчас что это то вот здесь получается гуляешь и как будто ты в другой стране ну как ну в другом мире совершенно то есть то есть америка настолько разнообразная что здесь есть абсолютно разная культура архитектура точнее вот и буквально прошел там 200-300 метров другая архитектура прошел здесь и другая архитектура просто никто не ходит по улице и другое там не знают здесь все чистенько аккуратненько а где-то есть и грязно где-то другая культура где-то тротуары там где-то вот парки такие деревья интересные занообразные скверики с фонтанами вот такой скверик здесь бассейнами с фонтанчиками можно здесь посидеть позавтракать пообедать вот это еще один фонтан такой такая маленькая деревня это спать имбург столько фонтанов еще я помню в екатеринбурге один фонтан был в центре ну сейчас побольше может стал там у нас роза была этот и шар и все вот знаешь сколько у нас будет контента если мы будем постоянно так везде ходить гулять смотреть захватит все блатуют машины просто по америке вот просто не заморачиваясь только садик тоже на вот сделали все садик кого вы видите здесь еще большой саус стоит банк тоже надо то одет ибо вот мы максимум что доходили это вот до этого банков америка и все что на ладно это дима садик снимали до 104 на классно исторический отель такой может он сейчас не отель может сейчас музей просто уже там что-то вон делают я просто на реконструкцию вот еще одна церквушка мы ходили раньше около которой мы раньше ходили я уже не знаю суть этого направления церковного не особо в католицизме разбираемся но но самые здания у них очень эффектно реально очень конечно если строить устроить красиво величество так на службу можно прийти чему я просто рассказываю показываю чё так красиво пендельтон холл полник чемпель центр маленьких городков просто на каждом углу церковь вон церковь вон церковь да все сохранилось смотри как конечно поддерживается но все равно вот этого да это на века да камень вот мы вышли из этого как сказать кварталь чека да с церквушками и старинными домами старинной европой или вот просто перекрестка совершенно другой уже до другой америки совсем и даже здесь есть фонтан а здесь учета строить будет современная давай здесь придемся а потом перейдем лучше идти здесь чем идти вот здесь вот поэтому вдоль стройки короче идем забирать макса вот там стоят люди которые будут забирать своих детей макс первого учебной учебного дня школе вам первый раз оставался первый раз оставался один без нас без родителей вообще на целых шесть-семь часов на целых 7 часов это очень много как тебе нравилось и спали а я нет да начали делать просто просто лежал я просто играл Своем челечком. Серьезно, могла? Только у тебя он уже в языке был. Нет. Ты что потерял? Я взял его. Я зубка. А что в итоге кушал-то ты? Я. Телеты. Как Тима себя ведет, да? Вспомнишь? Я ел телеты. Я ел телеты. А вы там в своем классе кушали? Или вы куда-то ходили кушать? Мы ходили кушать. Что в классе они, Паша, кушали? Ну что ты, наверное, у них там стулья, все. Малыши куда-то поведет. Пускай рассказывает. У тебя спрашивают. Ларита, у меня и сам. Дайте мне сослать. Не себе. Ака, смотрите, как естественно. Телешка. 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 Сходи, собака вот здесь. Телешка. Окей. Телешка. Телешка. Аня, все громко, Макси, кушай сейчас за носом. Все, давай, вешай у тебя. Так, сохранись дома. Диабрэнс, и чарльз, bring home your poor food of day. Keep this cold and kiss your book back. We need you to check the food every day. Please read the notes and look over your child's work. А что так быстро ты сегодня? Потому что сегодня я вам малифу. А, окей. На какую малифу? В церковь. Крайсили правильно стену таким волочкам. Вместе? Ну, не он кратится. В смысле, такая штука, которая это? Да. Братим, да, таким? Братим, да? А ты что делаешь? Что-то научиться-то сложно? А ты тоже красил? Нет, не джошел. А что ты делаешь? А что у тебя голова покрашена? Ну, в смысле? Там весь смысл на потолок. Я нахожу, смысл у меня упадает. А что ты делаешь? Мне валиком всякие там потекеры. Ну, прикольно, ладно. Молодец. Молодец.